Всем привет, ребята! Вот и прилетела неделя, и Юле нужно уезжать. Приехала она на поезде, а улетает на самолете, потому что сказала, что ее нервы не выдержали двое суток. Отвыкла уже на поезде ездить. Раньше она часто ездила, а сейчас потом постоянно стала летать на самолетах, так как самолеты были доступны, там можно было за пять тысяч. Ну, в принципе, цена поезда равна цене билета. И ездила на самолетах, летала вернее. А сейчас опять цены изменились, взяла на поезд, ну, сейчас нашла вроде бы подешевле на самолет, и мы ее везем в Уфу. У нас, естественно, в Бельбе аэропорта нет, только в Уфе. И мы все вместе решили съездить с родителями. Там у нас есть три часа до вылета. Мы, получается, поедем в торговый центр планеты, там походим три часа буквально, Юлю отвезем в аэропорт и сами домой. Так что сегодня на целый день дорога до Уфы у нас занимает где-то три часа. Туда и три часа обратно. Котя очень возмущается тем, что мы уже второй день не дома. Вчера тоже, да? Ну, ладно, уж одна побудешь. Вот, так что мы собрались и выходим. Сейчас за ними заедем. Как я все взяла? Бриды сюда. Менечки не надо еще? Нет, то, что есть. Много покупать не будем. Ну, вот у меня есть восемь тысяч. Если что-то найду, куплю. Если что-то сверх этой суммы, значит, не буду покупать и все. Потом на что жить-то? Сейчас мы, короче, за ними заезжаем и в дорогу. Мы приехали уже в торговый центр Планета. припарковались на парковке, которая на крыше находится. А отсюда открывается, смотрите, какой вид. Мы здесь как-то были уже в том году. Очень красиво. Это белая, да? Классно. Это река белая. И вся Уфа, как на ладон. Прям страшно. Маленько. Такая красота. Уфа красивая, чистая такая. Давайте я вам скупчетку. Давайте. Давайте. Вон, как у нас не получилось. Здесь на крыше ужасные деньги. Идем отсюда, заходим. Вроде все работает, ничего не закрыто, даже резекто работает. Говорили закрыт. И чендем, по-моему, только закрыт, насколько я вижу. La Free Public, все работает. Вестланд. Зашли в мохито, понравилась очень вот эта рубашка. 3000 рублей, красивая. И вот такая вот кофточка. Зашли в моде, и я залипла. Какая здесь красота, боже. Такие кружки красивые, смотрите. Такие интересные, доски сервировочные. Мне очень понравилось, знаете что? Вот эта тарелка, я прям не могу от нее отойти. Я понимаю, что у меня дома их полно. Но смотрите, какая она здоровская. лимончик. Короче. Это мой рай. Посуда. Здесь и мама с Юлей тоже зависли, залитли. Такое все интересное. Неординарное. Смотрите, какие мисочки. Банка керамическая с крышкой. Что, вы там нашли что-нибудь? Смотрите, какие мисочки. А стакан? Мне вот такие нравятся. Вот эти стаканы все классные. А да, я такие люблю. Только темно-фиолетовые я тоже видела. Многие. Многие. Причем здесь 299, а вообще они по 600, по 700 рублей одна штучка. Я бы вот такие тоже бы взяла. Бокалы. Вот такие. Зайчики. Зайчики. Зайчики, смотрите. А вот какотница. Это для жульенчика. Камечки. Вообще. Как красота, да? Все здесь такое интересное, необычное, светильное. Смотри, зажимутые пакеты. Парковки. Ага. Здесь интересно, есть пробки вот вино закрывать? Скорее всего, есть. Скорее всего, есть. Надо купить классную, а то вечно мучаемся. Вино откроем, не допьем. Какая красота. Смотрите, крошка разноцветная. Я так такую люблю, так люблю. Графины два стакана. А это что такое? А это просто один цех. А это просто один цех? Да, гранат, яблоко, кубничков. Кому-нибудь, да, детям? Да. Все интересно. О, кончики всякие разноцветные. Что только нету, боже мой. Канцелярии, сколько всякие, да? Прикольно? Угу. Смотрите, тыквы декоративные. Красота. Такие тарелочки. Вот такие тарелочки. Что это? Карманный вентилятор. Вентилятор? Карманный. Нет, возьми налет и будешь себя освежать. Да, хорошо будет. А это что такое? Балансирующая стулья. Балансирующая стулья. Не знаю даже. Игры в сайки. Нарды. Фантаминов, покажи и расскажи. Морской бой. Интересно очень. Столько тут сног классный. Фух. То есть, а правда. Интересная посуда. Вот бутылочки клевые для масла тоже. Можно было взять вот такие штучки. Сахар, соль положить. Форма для запекания. Ой, вот тарелка какая красивая. Я вообще не могу. Я как будто это... То ли я давно в магазине уже не была, но я действительно никуда не выезжала. У меня прям какой-то... Смотри какие птички тоже. Так поставишь, положишь что-нибудь. Даю морковь. Даю редиску. Свеклана. Ой, вообще красивая. Редиска. А, это на свадьбу можно кому-нибудь подарить. Красота. Смотри, тарелка. Морковь. Ой, классная. Очень красивая. Смотрите, какие красивые. Смотри, какие красивые. Да, редиска мне тоже понравилась. Очень красивая. Очень красивая. Можете так поставить. Ой, смотри, для пиццы отдельно. Двойной стакан. Ой, они еще сыпятся там. Ой, смотри, мам, вот они в войне. Там еще консультанты, да что ты? Она в кофе не попадет. И вот. Классная. И Сашка в кофе не попадет. Нет, конечно, она в кофе не попадет. Нет, конечно, она что в войне. Ой, не жмала. Богатый 800 рублей. Ну да, не дешево. Ой, какие варенья накладывали. Смотри. Это варенье. Чтобы дужка. Не, ну понемножку. Каждому много же не ест. Вот миска стеклянная. Красивый бар. Красивый бар. Красивый бар. Красивый бар. Как будто урод цепится, да. Как будто урод цепится, да. Боже, что только не такая красота. Я пойду и сплачусь тогда. А тут что, нету кассы? Он возвращался на страну. А мне же тоже таракан. А там вот такие, да. Ну как дикие, зависли на рыбе. У нас это дикость. Такая свежая рыба. Здесь у нас все перемороженные. Вечно. Перемороженные. Красивые. Вообще вот эта красивая, да. Форель морская. А жир какой у нее. Почему она не перемороженная? Очень хороший. Очень классный. Лосось. Смотри какой. Это килограмм 2000, да? Ну почти уже. Смотри какой. Смотри какой. Смотри какой. Красивый, но дорогой за разу. Здесь могут вам и почистить, и все, что хочешь. А вот форелька. Классная. Решили перекусить вот в таком ресторане Башкирской кухне. Хотели сходить наверх в буфет, но там нет места. У Дениса котлетка, две булочки, компот, два курника. И еще сейчас я взяла две котлеты, он умест их греть, потому что они холодные. Спасибо. У меня печеночная котлета и без рыбы. Дорого, да? Я знаю, 700 рубля, да. Ну вот и все. Деньги мы все потратили. Едем на портовку и домой. Видите сколько сумок у нас? Ну мы особо немного покупали, но все-таки покупки есть. Я вам потом покажу дома. Вот вышук на парковку. Ой, а здесь какое небо? Сейчас походу дождь начнется, да? Нет, там полосой. Или идет? Смотри, сколько этих машин встало. Ой, там вообще дождь идет. Все, Юля уезжает. Мы привезли ее в аэропорт. Бежим. У нас еще перевес по-любому. У нее только пять килограмм. А она там набрала всего в планете. Чтобы не взвешивать. Нас пусть и давай аэропорт. Сейчас маски, Настя. Пойдем. У нас 300 грамм перевес. Мы думаем, что важнее. Уже и 1 вытеселить, и 2, и 3. Взвешиваем сумку по-быстрому пока. Да. Смотрите. Какая колонна, у меня нет? У меня нет. 100 грамм. У меня она уже 100 грамм. У нас 100 грамм. Ну просто 100 грамм. Сколько там ест? Билет еще есть. Мы уже приехали! Арсили на мойку двоешки, сразу машину помыть. Машина грязная, сильная. наконец-то дома я сейчас покажу вам все покупки и купила стеши за 300 рублей вот такого таракана он на батарейках хочу посмотреть на ее реакцию включается смотрите ничего вот шибанул лапкой скажи что ты мне принесла пожрать бы принесла лучше свежий его нам завалить а потом куш что-то особого интереса не вызвал у нее но все равно на боку же что-лил ладно и вот показывает что купили у нас покупок немного в этот раз хлеб купили вот такую форель купили она там гораздо дешевле 300 чем-то у нас такая где-то 500 600 кусок слабосоленая на завтрак на бутерброд это стеши купили попробовать просто новая фирма какая-то решила попробовать крылышки замариную а а у нас она еще по моему не пропала интересно угомонись сейчас крылите да вот такой сыр взялась сыр таки чтобы делать там греческий салат ну в общем или просто огурцы с помидорами и сыр мне нравится мидии денис взял я такую не очень люблю это томатную пасту маленькую беру чтобы не пропадала вот такой туристический набор взял денис на работе чтобы кушать ложку вилку не таскать себе тоже для них себе взял мы были в магазине голомар там всякая мелочь это под анализы иногда бывает нужно это аромат такой у нас в машине висит и вот там тоже они дешевле чем зачем что за шарики интересно или это запах это запах наверно ну хоть такой ничем не пахнет вот эти взяла губки кухончик спасибо большое кто их рекомендовал очень люблю теперь только ими пользуюсь это тоже взял я не знаю даже что это такое и к пластыре взяла 20 штук 49 тоже очень выгодно вкусен взяли вот такую ключницу всего 150 рублей мне понравилось у нас включить не было и еще я взяла некоторые вещи и обувь я сейчас все покажу из-за одежды смотрите купила вот такой свитер купила его в океи за 800 рублей цена была другая здесь уже ценник переклеенный немножко цвет неправильно передает он такой на видео больше рыжий шоколадного цвета брюки купила в магазине резервт специально показываю ребята где купила смотрите вот размер вот значит магазин в котором брала вот цена потому что как что не покажу сразу начинает спрашивать где вы заказывали дайте ссылку ссылку дать не могу это не вайлдберрис там в общем не по интернету заказывала это покупала вот в этом магазине такие штаны они со стрелками и очень мне понравилась вот эта рубашка это брала в магазине сэнсей вот так называется магазин возможно у них есть и сайт и размер вот такой наверно это очень и очень оверсайз потому что я на деле 46 размера она из новой коллекции поэтому стоило 2 300 но уж очень не понравилось и взяли магазине зенден вот такую обувь я взяла не знаю мама говорит как кроссовки а мне понравились они в принципе и мне кажется вот такой стиль подойдут и под спортивный стиль подойдут очень хорошо я вам сейчас все померю вот это и покажу как это смотрится на деле ну что вуаля ребята вот смотрите свитер за 800 рублей штаны 1200 со скидкой с весели на скидочные вешалки резервт и вот такие вот ботиночки мне кажется вполне прилично смотрится и вполне я могу так пойти на работу свитер мне очень нравится и стоило 800 рублей в магазине в продуктовом магазине окей представляете вот только надо отпарить хорошо отгладить вот этот ворот здесь вот такой вот ну и вот ребята вот эта рубашка и сэнсея уж очень не понравилось я не знаю смотрите тоже пишите как вам мне понравилась она тем что она вот прям вот такая универсальная вещь во первых она длинная у меня давно нет не было вещей которые вот бы прикрывали здесь все и попу во вторых она мне понравилась у нее фасон классный у нее видите здесь затягивается вот эта часть а сзади нет и как-то это выглядит так прикольно сзади как рубашка такая вот прям оверсайз а здесь затянуто классно тоже смотрится запросто можно в ней на работу ходить застегивается то есть не пуговица а именно кнопочки здесь прям под горло можно вот так оставить кармашки есть и можно ее с найти с леггинсами с любыми джинсами с черными серыми очень красиво прям здесь еще вот так делается рукав у нее похоже длинный если развернуть но я длинным не нравится я люблю когда такой рукав в общем вот так тоже вполне вариант на работу решила пойти искупаться вечерком захожу а тут сидит кот кот ты сидишь покупать хочешь нет со мной будешь купаться да я уже тут воду набираю и она сидит смотрит на водичку будешь купаться когда она маленькая была она прям в воду зайдет и ходит вот так ходит лапками прям по воде и даже ее снимала сейчас боится воду не понравилось да не понравилось ах ты думала там наверно воды нет думала нет воды не поняла она всем доброе утро уже следующий день я знаете сейчас переписывалась юли вчера уже ничего не снимали устали я купалась в ванной и потом уже готовились к работе легли спать сегодня уже утро понедельника мы собираемся на работу вниз там шуршит собирая себе еду на работу а я села знаете юля мне вчера написала я забыла об этом сказать совсем юля в аэропорту встретили сразу два моих подписчика одна женщина и один мужчина я хочу вам передать огромный привет я не знаю кто это был но в любом случае вам привет они хотели со мной тоже увидеть ценную но юля сказала что они уже уехали мы действительно забежали в аэропорт у нас стоянка возле аэропорта 15 минут бесплатная там берешь карточку подъезжаешь к аэропорту человека высаживаешь то есть но 15 минут и все и ты должен уехать иначе за стоянку больше 15 минут берут 500 рублей и поэтому у нас было только 15 минут мы галопом побежали а юлин надо было еще пройти досмотр надо было взвесить юлин багаж так как у нее там превышало 5 килограммов мы же в планете всего набрали этот еще заодно оставляя включенным компьютер и загружается чтобы чтобы видео загружался на youtube вот и мы быстро быстро все это там взвешивали и потом бежали галопом обратно чтобы ложиться эти 15 минут ну чтобы не платить короче 500 рублей за стоянку за какие-то это 20 поэтому мы убежали быстро быстро я никого не видела а к юле сразу двое подошли поэтому вот так уже появляются подписчики которые узнают меня которые подходят и даже юли уже узнают так что такие дела юля как-то высказала недавно такую мысль говорит не знаю тоже открыть канал якоро открывай потому что в принципе все кто меня смотрят я говорю даже больше любят тебя и маму чем меня как про меня всегда пишут там ты такая сякая плохая вот сестренка хорошие мама тоже ну и папа в общем все нравится кроме меня и денис хороший поэтому я говорю открывай скорее всего тебя будут смотреть ну не знаю сейчас открытием канала тоже большие трудности в россии поэтому если что-то вернется на круги своя вернется назад опять вот эта возможность монетизации канала чтобы можно было открыть зарегистрировать тогда можно об этом подумать а если нет то она даже и не сможет его открыть так что вот такие дела вам привет все кто узнал юлю хотел со мной встретиться всем вам огромный привет